МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новости республики. Напоминаю, интернет-версия нашей программы на сайте www.tvregion12.ru в студии Лилия Зуева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Публичные слушания в заочной форме. Проект закона о республиканском бюджете Мариэл на 2015-й на плановый период 2016-2017 годов размещен на официальном сайте Государственного собрания Республики Мариэл. Начиная с сегодняшнего дня и по 13 ноября, жители республики могут ознакомиться с представленным документом и высказать свои замечания и предложения, а также задать вопросы, отправив их на электронную почту парламента Мариэл. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Сообщение должно содержать пометку «Публичные слушания» и в обязательном порядке фамилию, имя и отчество обращающегося, а также адрес его электронной почты. С новоселем в поселке Новом 39 семей получили ключи от новых квартир по республиканской адресной программе переселения из аварийного жилья. Еще недавно новоселы ютились в шести старых бараках. Поселок Новый, что в трех километрах от Ишкаралы, улица Новая, дом 1, пока носит статус жилого. Но уже через пару недель занимаемая им площадь будет пустой и подготовленной под новое строительство. Барак отнесен к аварийному и отправится под снос. А как же его жители? Татьяна Ковальчук в очереди на улучшение жилищных условий стояла около 40 лет. Всю жизнь проработав преподавателем истории и общества знания в Медведевском автодорожном техникуме, возможности приобрести новое жилье самостоятельно не было. В то, что когда-то у Татьяны Львовны появится собственная благоустроенная квартира, к тому же двухкомнатная, надеялась всегда. Ведь прежние условия проживания женщины легкими назвать было сложно. Приходилось топить печи сначала, затем дали газ, сделали газовое отопление. Затем воду до сих пор носили и носим из колонок. Затем приходилось очень часто думать о ремонте самим, самим каким-то образом благоустраивать эти свои барачные условия. Вставать приходилось зимой особенно в пять утра для того, чтобы истопить печь, и с работы прийти, например, уже более-менее в оптимальные условия. В соответствии с республиканской адресной программой переселения из аварийного жилищного фонда, рассчитанной до 2017 года, строительство многоквартирного жилого дома в поселке Новом началось в феврале текущего года. Благодаря непрекращающемуся финансированию подготовить площадку под строительство, построить дом, провести внутреннюю отделку квартир получилось менее чем за год. Как сообщили в администрации Медведевского района, на переселение жителей республики в этот дом затрачено около 50 миллионов рублей. Деньги поступали из бюджетов всех уровней – федерального, республиканского и муниципального. Теперь этот дом стал первым в очереди строительства нового микрорайона. Будут сноситься бараки после переезда людей в этот дом, сразу же, наверное, на следующей неделе, и будет строиться на их месте новый дом. Здесь будет, как у всех домов, детская площадка, парковочные места, проезд, но это будет делаться все после строительства следующего дома, после сноса всех бараков. 39 семей из шести аварийных домов поселка уже к середине ноября переедут в новые однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью в 40 и 60 квадратных метров соответственно. Как уже заведено в республике, новоселам останется лишь завести мебель и выбрать осветительные приборы на свой вкус. Что немаловажно, в районе, выбранном под строительство, развита инфраструктура. Ездить за несколько десятков километров от дома в детские сады и школы не придется. В целом, по республике в период до 2015 года, размен старого жилья на новое коснется 7 тысяч человек. Они проживают в 443 домах, признанных аварийными или подлежащими сносу. Общий объем финансирования программы переселения составит почти 3,5 миллиарда рублей. Мы видим сегодня, как работает программа переселения из ветхого жилья. 50% выделяет федеральный бюджет, за что большое спасибо и Владимир Владимирович Путин, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому что деньги из фонда идут своевременно. И 50% выделяет республика. Понятно, что все муниципальные образования, которые участвуют в этих программах, дотационные, поэтому мы увеличиваем размер трансферта, свои деньги даем и через трансфер помогаем району. Вот мы сегодня посмотрели, какие великолепные дома строятся. Европейская отделка. И строителям большое спасибо, тут качественно сделали и в смету уложились. Я жильцам желаю только одного. Новоселам я желаю сегодня здоровья крепкого и долгих лет жизни. В 2014 году мы выполнили все свои обязательства, в 2015 у нас хорошее задело. Так что будем стосить бараки и строить новое жилье. Жителям Риэл становится проще получать госуслуги, а процесс оформления разных справок и документов занимает меньше времени. В республике становится больше пунктов приема-выдачи документов и удобных электронных сервисов. Проверить новые возможности удобнее на той услуге, получение которой еще недавно сопровождалось тратой времени и нервов. Это земельный кадастр. Все подробности этапов превращения госуслуги в удобный для клиентов сервис в нашем следующем материале. Получить кадастровый паспорт – неотъемлемый элемент регистрационного действия для оформления прав собственности на объект, недвижимости, землю, квартиру или дом можно во всех районных центрах республики. Во всех районах республики действует 18 офисов приема и выдачи документов. На сегодняшний момент кадастровая палата осуществляет прием и выдачу документов по четырем базовым услугам Росреестра. То есть это прием документов по осуществлению государственного кадастрового учета, по предоставлению сведений из государственного кадастры недвижимости. И кроме этого нам делегированы полномочия по приему и выдаче документов в сфере регистрации прав. То есть это непосредственно сама государственная регистрация прав и также предоставление сведений из единого государственного реестра прав. Для того, чтобы упорядочить систему приема и выдачи документов, в отделениях кадастровой палаты действует сервис предварительной записи. Им воспользовались уже более 40 тысяч человек. Записаться можно на портале Росреестр или даже по телефону. В некоторых отделениях установлены терминалы предварительной записи, помогающие выбрать точное время сдачи документов. Документы, впрочем, можно сдать, не нанося визита в госучреждения. Такая практика – реальность, подтверждающаяся соответствующими данными. Более 20% заявлений по земельным участкам и более 40% заявлений по объектам капитального строительства уже поданы через портал. То есть люди, минуя пункт приема и выдачи документов, сразу могут через электронный сервис подать заявление и получить уже готовый результат в виде кадастрового паспорта. Взаимодействие с дирекцией многофункциональных центров МРИЛ существенно расширило географию приема документов, связанных с постановкой на кадастровый учет. Получается, что если два года назад документы принимали в 18 окнах, раскиданных по всей республике, то сейчас их количество удвоилось. Порядка уже 20% всех запросов о предоставлении сведений по кадастровому учету у нас идут по республике через отделение МФЦ. То есть во всех муниципальных образованиях они также представлены, в том числе в городе. К 18 нашим офисам добавились еще более 20 отделений МФЦ, в том числе 7 в городе. Это, естественно, тоже существенно повлияло на повышение качества доступности государственных услуг для населения и граждан. С комплексным МФЦ, строительство которого ведется в Ишкарале, представители кадастровой палаты связывают особые надежды. Оказание государственных услуг в этом случае может окончательно превратиться в сервисную функцию, сравнимую, возможно, с платежом за коммунальные услуги или оплату счета за пользование сотовой связью. Еще несколько дней отдыха и вновь за парты. У школьников завершаются осенние каникулы, а ученики Русскошойской школы Куженерского района были готовы продолжить учебу даже в каникулы. Напомню, что к началу учебного года здесь построили новую школу, из которой даже домой уходить не хочется, признаются ребята. 14 камер видеонаблюдения снаружи, две внутри. За безопасность учеников Русскошойской школы теперь можно не волноваться. Построенное с нуля здание отвечает всем противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. В своей столовой, например, в школе раньше не было никогда. Детей приходилось вводить в соседнее здание. Повара не скрывают. В новой столовой аппетит у школьников стал куда лучше. Сегодня питочки. Рыбные паровые. Стопроцентная посещаемость, говорит физрук, теперь и на его уроках. Новый школьный спортзал размером 12 на 24 метра предназначен для мини-футбола, волейбола, баскетбола. В то время, когда заниматься приходилось в тесном кабинете, оборудованном под спортзал, ученикам сейчас и вспоминать не хочется. На строительство школы в селе Русскошой было выделено более 120 миллионов рублей из всех уровней бюджетов. Тут все есть, например, большой спортзал. Это для меня главное. Я люблю, потому что спортом заниматься. Вот поэтому просторные классы, коридор просторный. Здесь даны предложения на прямую речь. Вам нужно их переделать в косвенную. Алеша, гэлч из-за Блэкбот. Первая четверть в школе стала временем обживания. Впрочем, переезд, говорят педагоги, никак не сказался на учебной программе. Сегодня Русскошойскую среднюю школу посещают более 160 детей из девяти близлежащих населенных пунктов. Штат педагогов укомплектован полностью. Есть и молодые учителя, когда-то сами вышедшие в роли выпускников, тогда еще и старых, в прямом смысле слова, стен, Русскошойской школы. Почему бы не поработать в своей родной школе? Тем более, все здесь знакомо, все учителя, все ученики. Поэтому перспектива есть работать именно в этой школе. Тем более, что школа новая. Основная масса учеников ездит у нас на школьном автобусе. У нас два школьных автобуса. И утром и вечером они сначала утром привозят детей, вечером они отвозят детей обратно домой. Пример нашей школы, конечно, показывает, что и глава республики Мариэлла уделяет большое внимание и системе образования. Примером является строительство нашей такой школы, которая, я думаю, ничем не отличается от лучших городских школ. Старое полувековое здание школы, оно буквально в двух шагах подлежит сносу. На этом месте учителя и ученики планируют благоустроить пришкольный участок, весной заняться озеленением территории. В планах правительство Мариэлл, в свою очередь, в ближайшие годы ликвидировать все деревянные школы, построив вместо них современные образовательные учреждения. Первый раз в кадетский класс. В школах республики прошли традиционные церемонии принятия присяги кадетами. Напомню, что в Мариэлл сегодня гуманитарно-правовые классы сформированы в семи школах. А в целом, современной истории кадетского движения в республике 12 лет. Кадетские классы неизменно пользуются популярностью. И для того, чтобы попасть в такой профильный класс, недостаточно просто сдать вступительные экзамены. В тонкостях кадетского образования разбиралась наша съемочная группа. Вот они, новоиспеченные кадеты образца 2014 года. 12 мальчиков и 16 девочек. Все они ученики Ежкаролинской школы номер 29. Пройдя конкурсный отбор и вступительные экзамены, они приняли присягу. Кадет должен быть всегда благоразумным и хладнокровно обдумывать свои поступки. Помни всегда, что ты кадет! В 29-й школе первый набор в гуманитарно-правовой класс состоялся в 2012 году. За два года в этой школе подготовили 50 кадетов. Несмотря на профильный подход, общую образовательную программу изучают по утвержденным стандартам. Но при этом намного больше времени отдается профильным предметам. Истории, обществознанию и физкультуре. В целом, успеваемость в спецклассе выше, чем в школе на гражданке. Прошлый выпуск, первый выпуск, который у нас был, уже имеет первые практические результаты. У нас было 21 выпускник. Из этих 21 человека у нас трое поступили в вузы МВД Российской Федерации. Это и Уфимский институт юридический, и Нижегородская академия МВД. А помимо этого, 10 человек поступили в вузы, в гражданские вузы, но по направлению юриспруденция. Та идея, которую мы закладывали, чтобы ребята познакомились с системой, увидели, для себя поняли, надо им это в жизни или не надо, и сделали свой уже осознанный выбор. Мне кажется, мы уже к этому все-таки подошли в момент. Шесть дней в неделю никаких поблажек. Во главе образовательного процесса кадетов самодисциплина. Две буквы «К» на плечах – кадетский класс. Заметят внимательные. Для остальных старшая школа предстает военизированной. Не только здесь, но и на улицах, по дороге домой или в школу. Внешне они уже как сотрудники органов правопорядка. Я пошел в кадеты, потому что мне это нравится. В дальнейшем я хочу стать военным, поступить на внутренние войска. Я пошла в кадеты, чтобы защищать Родину. Это был осознанный выбор. Я сама решила и так. Специализированную подготовку здесь ведут сотрудники МВД на базе учебного центра. А это не только физическая нагрузка, но и огневая подготовка. Отбор в кадетский класс тщательный. Учитывают не только аттестат за девятый класс, но и состояние здоровья учеников. В этом году прошедших комиссию оказалось 28 человек. Впрочем, как показывает практика, учиться в кадетском классе не так-то просто. Не без потерь. Все равно до конца все, как говорится, до логического завершения, до единственного класса не доходят. Это связано с разными причинами. Кто-то не успевает по образовательной программе, к сожалению. Кто-то не выполняет спецпрограмму. У кого-то физические показатели очень сильно падают. Ну, ввиду разных особенностей. Но в целом, основной костяк, где-то процентов получается, 90% они остаются. Задача профильного кадетского класса – не только воспитать будущие правоохранительные кадры, но и подготовить юридически грамотных молодых людей. По итогам двух лет обучения лучшие ученики получат целевые направления – вузы МВД России. Остальные ребята убеждены – знания, приобретенные в профильном классе, они смогут применить и в иных профессиях. Кто-то четко решил податься в судебное ведомство, есть желающие работать в МЧС, прокуратуре и даже продолжить учебу в военном училище. В страсти Нотр-Дама или любимая постановка в новой редакции? В Театре оперы и балета имени Эрика Сапаева готовятся к постановке балета «Эсмеральда» на новой сцене. Технически совершенный сценический комплекс позволит представить постановку в новом свете, в прямом смысле слова. Как обещают в театре, «Эсмеральда» станет ярче и интереснее. Как, впрочем, и другие постановки из постоянного репертуара театра. Мирта в балете «Жизель» – любимая партия Ольги Комлевой. Ныне балетмейстера, ранее артистки Театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Ольга Петровна работает в Театре с 73-го года прошлого столетия. Она стояла у самых истоков зарождения искусства балета в Мариел. Говорит, с тех пор поменялось многое. Неизменным осталась чистота и техника исполнения, что всегда отличало трупы Шкаролинского театра. За этим Ольга особенно следит на репетициях, казалось бы, уже наизусть изученного артистами театра спектакля «Эсмеральда». Ведь появился он в репертуаре театра еще в 2011 году. Сейчас балет адаптируют под новую сцену, а значит, зрители увидят уже полюбившуюся постановку в новой редакции. У нас стало больше народу, стена больше, поэтому сейчас в каждом спектакле увеличивается количество кордобалета. Детки заняты, школа много, и мы добавляем практически в каждом спектакле еще одну линию. Интервалы шире, диагонали шире, ну вот немножко просто адаптируемся на большую площадку. За счет того, что увеличивается количество людей, добавляется линия, меняется рисунок немножко. И поэтому вот это все надо проверить, кто за кем пошел немножко меняется, кто с кем танцует меняется. И от этого порядочек надо поучить, подолбить, порепетировать, чтобы это все осталось в ногах, в голове. Подготовка к новой версии балета ведется не только в репетиционных залах, но и во всех цехах театра – пошивочном, декорационном, бутафорском. Кстати, именно они самыми последними переехали в новое здание. Все это время в цеха закупалось новое оборудование. Так, в пошивочном теперь у каждой швеи специально оборудовано рабочее место с персональной швейной машиной. Всего их закуплено восемь, а также пять специальных, среди которых пительная машина и оверлок. Увеличился и коллектив пошивочного цеха. В нем появился мастер по аппликативной и ниточной вышивке. Теперь, говорят рукодельницы, в их цехе представлен полный цикл производства сценического костюма – от создания эскиза до мягкого отутюживания. Каждый спектакль, он, перед тем, как выйти на сцену, он проходит через все наши цеха. Через пошивочный цех бутафорский, через цех росписи, через прачечные цеха или костюмеры специально над ними работают. И все эти спектакли как бы обновляются и выводятся на эту сцену по-особому. Расширяется количество и состав костюмов, расширяются как бы требования к костюмам. Потом режиссеры, пересматривая эти спектакли, они хотят добавить каких-то изюмин, каких-то новшеств, еще чего-то. Все это мы как бы здесь это выполняем и помогаем в этом плане. Возродилась в новом здании театра и традиция художественной росписи сценических костюмов. С приобретением новых красок введена и новая техника росписи. Декораторы говорят, это отнюдь не мелочь. Чтобы спектакль при новом освещении заиграл самыми яркими красками, каждый узор, уже существующий на ткани, должен быть четко и броско выделен. Вот в этом костюме используются обычные ткани, которые зритель где-то их видел, эти ткани, но они выходят очень необычным оригинальным костюмом. И интересным он становится не только за счет пошива, моделирования, силуэта костюма, а интересен, и идет он с очень хорошей подачей, такой мощной, за счет того, что здесь проработал на этом костюме сверху донизу цех росписи тканей. Это обычная шелковая ткань с обычным ходом рисунка, но на росписи она дописывается и доделывается. Это и использование специальных порошков, красок, паст, использование фурнитуры, и все это превращается в дорогие ткани 16-15 века. В ноябре на сцене театра дадут не только Эсмеральду, но и Жизель, спящую красавицу, опереты баронессы Лили, «Граф Люксембург», оперы «Вива ля мама» и «Кощей бессмертный», музыкальную сказку «Сокровище Бразилии», а также вечера органной музыки и романса. Всего 14 постановок, с расписанием которых, а также стоимостью билетов, можно более подробно ознакомиться на сайте театра. Новая опасность ледяного дождя. Сегодняшний туман стал предвестником значительного ухудшения погоды. В ближайшие дни погоду в нашем регионе будет определять Атлантический циклон. Унесет с собой огромные запасы влаги, за три дня в республике может выпасть месячная норма осадков ноября. Подобное развитие событий мы уже наблюдали в середине октября. Напомню, что тогда в Морел прошли ледяные дожди. Капли дождя замерзали в воздухе, образуя красивую, но очень опасную наледь. Очень вероятно, что и нынче не обойдется без переохлажденного дождя. В пятницу погоду будет определять теплый фронт Атлантического циклона. Одновременно с севера будет поступать холодный воздух скандинавского антициклона. Именно в таких пограничных условиях и выпадают ледяные дожди. Но если у земли останется теплый воздух, а на высоте облаков наоборот будет холодно, то пройдет снег или мокрый снег. В субботу сохранится влияние теплого фронта, осадки продолжатся. В этот день также не исключаются ледяные дожди. В воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 5-7 градусов. И вероятны дожди. Зимняя сказка в Ешкар-Але. В ДК имени 30-летия Победы развернулась большая ярмарка меха. Шубы, головные уборы, жилеты и аксессуары. Меховые изделия для девушек и женщин. На выставку меха в преддверии холодов заглянули мы. По словам синоптиков, устойчивая снежная зима придет в Мрел в конце ноября. Так что еще есть время для того, чтобы подготовиться к крепким морозам. Королем модных коллекций предстоящего холодного сезона по-прежнему остается мех. Норка, мутон, нутрия и каракуль. Это, пожалуй, тот самый случай, когда от ассортимента глаза разбегаются. На ярмарке представлено более тысячи видов меховых изделий. Хорошая шубка должна сидеть по фигуре. Главное подобрать свой фасон, цвет и длину. Это настоящая зимняя сказка и для хрупких девушек, и роскошных дам, для любительниц консервативных и более смелых моделей. Размерный ряд у нас, начиная с 40-го по 64-й размер. Коллекция у нас как 13-го года, так и 14-го года. Любая модница, посетив ярмарку меха, будет приятно удивлена и не разочарована. Мех словно магнит, притягивает к себе восхищенные взгляды. Качественная вещь и прослужит долго. Что уж скрывать, шуба – один из самых желанных предметов женского гардероба. Проверенный способ для мужчин побаловать свою любимую. Норковая шуба, например, от 44 тысяч 900 рублей. Возможно, рассрочка платежа. В Ишкороле ярмарка меха «Зимняя сказка» будет работать в ДКМ «Тридцатилетие Победы» с 6 по 9 ноября включительно. В четверг и пятницу с 10 утра до 7 вечера. Суббота и воскресенье до 17 часов. Милые дамы, не экономьте на красоте. Приходите. Новая осень На Блиц-ФМ Эртышем шарнаш. Та часы кечем жаблаш. Он чекалак нерген шонаш. Шерге поян лак нам аралаш. Да тудам у тукам лан кодаш. Тювра илышыш кугу надрым паштыша. Да тачи тудам в янгден шогаша пагалам еен. Ушеш кодша фестиваль. Тюрля конкурс. Форум. Да, паэрем влак. Тювра и далак. Рубрика Кундемнан культурилыша же. Мария Алтаван эфирашта же. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Запись любых телевизионных программ, которые транслируются в неудобное для вас время, возможность смотреть свое видео и фото с флешки, прогноз погоды и карты любой точки мира и, конечно же, сотни каналов для всех членов вашей семьи, независимо от их возраста. Все это интерактивное ТВ от компании Ростелеком. В рубрике Кинозал мы продолжаем раскрывать возможности телевидения нового формата. Вооружайтесь пультом и исследуйте их вместе с нами. Итак, запись. Зайдите в меню «Телепрограмма», а программа отображается в ваше меню на две недели вперед. И выберите функцию записи нужного фильма или передачи. Таким же образом вы можете запрограммировать запись всех серий сериала или цикла программ. При настройке установите параметр «Записать все серии». И тогда все серии будут автоматически записываться до тех пор, пока сериал или программа транслируются в эфире. Стоит отметить, что вы можете одновременно смотреть телевизор и параллельно записывать любое количество программ, идущих на других каналах. Записанные программы можно найти в разделе «Меню» «Моё». Здесь же хранится видео, которое вы можете скинуть на приставку с USB-носителя, например, чтобы посмотреть домашнее видео. Немаловажно и то, что родители могут контролировать список каналов, которые смотрят дети, и время, которое ребенок проводит за телевизором. Для этого зайдите в пункт «Меню» «Мои настройки» и выберите «Управление профилями». Здесь вы можете поставить пароль на свой основной профиль, дающий максимальные возможности управления ТВ-приставкой. После чего создайте профиль для ребенка. Выберите список каналов, которые он может смотреть. Это может быть, к примеру, полтора, десятка специализированных детских, познавательных и образовательных каналов. Сделав это, вы можете установить время, в которое ребенок может смотреть телевизор. К примеру, два часа в день после школы. Теперь вы можете быть спокойны. Во-первых, ребенок не будет смотреть нежелательные программы, а во-вторых, проведет у телевизора ровно столько времени, сколько вы ему разрешили. Отдельного внимания заслуживают специализированные каналы, такие как Universal HD и Paramount Comedy HD. Именно здесь, в формате высокой четкости, транслируются лучшие мировые сериалы, фильмы и комедийные шоу. Не так давно Ростелеком представил своим клиентам еще один яркий канал – Страшное HD. Самые лучшие фильмы в жанре ужаса, триллеры и леденящие душу сериалы. Самая качественная подборка – хоррор-кино от классики до последних новинок. Подключить эти каналы вы можете в разделе «Меню управления услугами» вашей ТВ-приставки, а также в офисах продаж и обслуживания компании Ростелеком. Подробности на сайте mariel.rt.ru Под мелодию кофе и прямого эфира просыпаются мысли о спасении мира. Блиц Гафэм. Разбуди вдохновение. Семма Стар. Поэт. Мурза да фольклор. Ансамбль. Лачак Нуно. Калаканчонжам самостарэн моштад. Сэм Алан рубрика «Шкежат Мурагаяк Йонга». Мепалына. Кажну Кугарнян. Кастэна. Тэ. Мариялтова на эфира, что же сэм Алан рубриком «Ончеда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Посвятить свою жизнь спорту Александра Мышляева решила еще в детстве. Сначала занималась спортивными бальными танцами, затем увлеклась спортивным туризмом. Увлечение переросло в профессиональное занятие. Недавно девушка вернулась с чемпионата России по спортивному туризму с бронзовой медалью. Сейчас Александра готовится к новым соревнованиям, только уже по бодибилдингу. Александра закончила факультет физической культуры, спорта и туризма. И выступление на чемпионатах совмещает с работой инструктора тренажерного зала. Самое эффективное средство для похудения и поддержания себя в форме, я считаю, это тренажерный зал. Занятия в тренажерном зале помогают привести свою тему в норму. Вы будете видеть себя красивыми в зеркале, вас будут любить, вы будете здоровыми, приходите к нам тренироваться. Для новичков я могу порекомендовать занятия с индивидуальным тренером, персональные тренировки. Так как тренер покажет, научит, расскажет, правильно покажет вам технику выполнения упражнений, напишет вам программу тренировок и питания. Чтобы ваши занятия не были впустую, все-таки советую занятия с персональным тренером. Персональный тренер напишет программу тренировок, исходя из цели клиента и его физической подготовки. Поможет найти баланс между белками, жирами и углеводами и, конечно, подбодрит и поддержит в трудный момент. Я выбрала персональную тренировку, так как мне посоветовала приятельница, которая очень хорошо похудела, достигла хороших результатов и я поняла, что это для меня. Я занимаюсь два месяца, похудела на 3,5 килограмма и на этом не собираюсь останавливаться. Танцы – это еще один нескучный способ держать себя в форме. Кроме того, танцы – это всегда отличное настроение. Фанк стайл – это уникальное, зрелищное и красочное направление в танцевальной культуре, которое соединяет в себе множество стилей, как клубных, так и уличных. Для исполнения этого стиля требуется не столько физическая подготовка, сколько артистизм и пластичность. Но научиться этому стилю вполне реально и в нашем городе. Фитнес-центры Византии и Федерация бодибилдинга Республики Мариел приглашают всех на шоу «Спорт, красота и мода», выступления профессиональных спортсменов, тренеров фитнес-центров Византии, показы модных фэшн-коллекций, а также конкурс «Мисс Фитнес Бикини». Ждем вас 14 ноября в 6 часов вечера в Академическом русском театре драмы имени Константинова. Фитнес-центры Византии и Византия Джим приглашают вас сделать тело своей мечты. В тренажерных залах работают настоящие профессионалы своего дела, большинство из которых – выступающие спортсмены. А также здесь все виды аэробики, танцевальное направление и новая фитнес-программа «Мама плюс малыш». Все подробности по телефону 55 83 18 и 22 26 13. «Золотая осень» на «Пульс радио». Сесна поминка, мир Тарат. Робот в Акцем штат. И с уголковагач юман-идоршем волтат. Кушта. Мари театра штэль. Огда ешаны, онча за, шкетан театр нерген, Мариел ТВ, Каласкала. Новая осень. На БЛИЦ-ФМ На БЛИЦ-ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова